Всем привет! С вами Ольга Дуброва. Сегодня я расскажу вам с коллекции роз ботанического сада города Минска. Видите за моей спиной, какая прыгажость. И хотя первая хваль уже отошла, а ли будет и другая, и навод и третья. Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию топ-5 роз, которые непременно надо завести, независимо от того, вы любитель, либо вы профессионал и у вас уже много каких-то сортов. Но эти сорта вас не разочаруют никогда, и вы получите наслаждение, и результаты труда вас порадуют. Мы находимся около розы, которая называется Лилавандер. Сорт не такой уж и старый, 2008 года издания, относится к чайно-гибридным. Видите, такой характерный бутончик. Какие у него плюсы? У него все плюсы. Вот просто все плюсы. Во-первых, форма. Во-вторых, необыкновенный аромат. В-третьих, прекрасно зимует. Несмотря на жару, посмотрите, какая хорошая, здоровая зелень, неувядающая. Ближе к осени мы поймем, что надо позаботиться о зимовке. И здесь у него сплошной плюс, потому что сорт очень устойчив к пониженным температурам. Заявлена высота 60-80 сантиметров в каталоге. Ну, примерно так и есть, несмотря на то, что уже достаточно долго сидит на одном месте. Затем, если говорить о размере самого цветка, то говорят о том, что пишут, диаметр его должен быть 10-12 сантиметров. У нас он немножко меньше. Почему? Ну, вот так вот потому. Но в целом он отвечает всем своим заявленным требованиям. Следующий сорт великолепный. Это роза Раубрите. Роза с прошлого века. Год издания 1936. Из питомника Кордеса неутомимого. И до сих пор она шествует по ботаническим садам и коллекциям. И это о чем-то да и говорит. Роза Раубрите относится к плетистым розам. И вы спросите, что же она плетистая при таком невысоком росте? Хитрость этого сорта в том, что его можно выращивать как мощный кламбер, можно как средний рамблер. И можно даже пустить ее плети и сделать ее почвопокровной. Плети ее достигают, пишут, 200-250 сантиметров. Так оно и есть, так оно и будет. И размер цветка тоже, несмотря на то, что она немножко пострадала, размер цветка 5-6 сантиметров. Так оно и есть. Цвет необычайный, потому что пишут розовый, но розовый он скрытый, потому что бутончик практически не раскрывается. Он такой прямо вот, как смотришь, как яблонька молодая. И снаружи он серебристо-розовый. Каскад просто соцветий. И долго держится на растении. Не опадают очень длительное время. Не раскрываются абсолютно так, что засыпая почву под собой. Роза зимостойкая робрита и противостоит различным заболеваниям и вредителям. Если мы посмотрим на ее стебелек, то мы увидим многочисленные шипы. Это ей досталось в наследство от скрещивания с розой конина и розой, видовой розой, для которых это характерно. Может, поэтому она замечательно зимует, потому что у нее такая вот наследственность. Следующая роза называется розариум ютерсен. Эта роза тоже относится к плетистым розам и охарактеризуется тем, что цветы просто лавинообразно образуются. Когда ее создали в 1977 году, то зануды-завистники коллеги-селекционеров сказали, что что-то такого розовая роза и ничего интересного. Но, как показала практика, что правда восторжествовала. И благодаря вот этому обильному цветению, густомахровая роза, ее все полюбили и она прижилась у цветоводов. Что про нее пишут? Пишут, что у нее побеги 200-250 сантиметров и цветок 7-8 сантиметров. Примерно такое и у нас наблюдается в ботаническом саду. Следующая роза, это тоже относится к плетистым розам. Сегодня я так вот сконцентрировалась на плетистых слегка. И эта роза называется пламентант. Эта роза год издания 1955, тот же питомник Кордиса. И она так вошла в жизнь цветоводов, что практически в каждом уголке Беларуси она есть. И не пугайтесь того, что она будет у вашего соседа, потому что у вас она будет все равно выглядеть замечательно. И восторгать и вас, и ваших соседей, и друзей, которые посетят ваш участок. Потому что образует мощные плети, несущие на себе крупные цветки. Если уже быть точным, то эта роза относится к группе плетистые крупноцветковые. Иногда путают там какие-то другие, ей присваивают должности. Но это плетистая крупноцветковая роза. Окраска цветков карминно-красная. Их много, рост сильный. И листва как бы помогает проявить красоту самих цветков. Листва насыщенная, зеленая, здоровая. И так как сильный рост у побегов, то они практически и не успевают заболевать. Всегда молодой, всегда здоровый получается. Да, длина такая и есть, как заявлено в каталоге. Это 200-250. Иногда даже плети в хороших условиях достигают 3,5 метра, а то и 4 метра. И все это украшено многочисленными цветками. Когда вы приобретаете этот сорт, то лучше заранее предусмотреть место. И это место должно быть либо где-то у забора, у беседки. С хорошей крепкой опорой, потому что очень мощный рост и потребуется крепкая опора для того, чтобы поддерживать эти многочисленные плети. Размер цветков 7-8 сантиметров. Так оно и есть. Иногда даже при хорошем уходе, при хорошей подкормке и поливах она выглядит еще и крупнее. Ну и для того, чтобы разбавить плетистые розы, я добавлю чайно-гибридную, сорт Анжелика. Не путайте с сортом Ангела, который относится к плетистым розам. И Анжелика в 1980 году заняла свое устойчивое место как срезочная культура, потому что отвечает всем требованиям срезки. Хороший плотный бутон, высокий цветонос, стройный цветонос, приятный цвет, он практически оранжевый, долго сохраняется в срезке, хорошо реагирует на подкормки. Ну и единственный маленький недостаток, если вы недостаточно будете внимательно относиться к уходу, то может поражаться неблагоприятные годы, либо в неблагоприятных условиях, может поражаться мучнистой росой, ну и там какими-нибудь пятнистостями, но немножко ухода для этой французской красавицы, и все будет у вас хорошо. Приобретайте эту великолепную пятерку, и вы просто не нарадуетесь красотой розы. Всего хорошего, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!